Всем привет! Добро пожаловать в Аленка Блок. Я сегодня в новом образе буду рассказывать вам о осенних ароматах. Для меня сразу хочу сказать, осень и зима в Сиднее это как наша осень, даже бабье лето в России, в Москве, где бы жили. Поэтому вот у нас сейчас прошла зима, и я смело вам показываю то, что я носила, то, что я любила, то, что меня грело. Это хиты. Вот самые-самые такие хиты, которые вот прям рука потянулась, я их все собрала из своего шкафа и поделюсь ими с вами. Это вот как я вижу осень. Как я вижу осень. Какие-то ароматы я носила больше, какие-то меньше, но хочу вам о них поведать. Итак, будет ниша и будет немножко люкса. Итак, начнем. Конечно же, без Фредерик Маль не обходится, по-моему, уже не один мой обзор. Ну, что поделаешь, я их очень люблю. Черные специи Мишель Рудницка, Фредерик Маль. У меня это уже, можно сказать, эксклюзив, раритет. Старый выпуск, один из первых. Сейчас они поменяли дизайн. Я их обожаю. Обожаю. Для меня это осенний-зимний аромат. Зимние ароматы я на своем канале уже давно не снимаю, потому что, ну, как бы не вижу смысла. Вот осень у меня покрывает вот эти два сезона. Черные специи Фредерик Маль. Для меня это аромат очень специй, согревающий, такой, знаете, богемный в то же время немного. И с очень красивой мыльной розой. Бесподобно. Я недавно посмотрела прекрасное видео Анжелики Браун. Анжеликочка, привет, моя хорошая. И она рассказывала о своих любимых ароматах на данный момент. И вот рассказала прекрасную историю о черных специях. Как она себе представляет вечер в Париже. Посмотрите, посмотрите, посмотрите. Я прям заслушалась. Анжелика, я с тобой согласна. Мы с тобой не были в Париже, но вот Париж вполне возможно. Вполне возможно, пахнет именно черными специями. Фредерик Маль, Мишель Рудницка. Это, знаете, это такой шик. Это шик, это благородство. Это такая, знаете, подача себя. Очень элегантная. Бесподобный. Аромат бесподобный. Обворожительно сидит как на женщинах, так и на мужчинах. У меня муж с удовольствием его носит. Я просто балдею, когда он к нём. Так что черные специи рекомендую за тест на осень и на зиму. Он очень согревает. Очень согревающий аромат. Шанель. Шанель взяла именно вот этот свой набор вот таких миниатюр с парфюмом. Чистый парфюм. Осень. Это вот время вот именно таких тяжёлых, насыщенных ароматов, которые, на мой взгляд, сидят более близко к коже. Менее шлейфовых. Если вот мы говорим о Шанелях, да? О Шанель в концентрации парфюм. И здесь, конечно, коко. Классическое коко, не коко нуар. Именно классическое коко – это вот просто, знаете, булочка с корицей или круассан и вкусные-вкусные-вкусные капучино, посыпанные таким какао-шоколадом тёртым. И вот так морозно так… ну не морозно, холодно. Утро, и вы вот с этой булочкой, и вот вы пахнете вот этой вот коко. У меня просто был такой момент, реально. Я пришла на работу, холодрыга. Я вот была в этом аромате и пошла, купила себе булку и кофе. И прям прочувствовала, знаете, момент, что бывает, да? Также хорош очень алюр. Концентрации парфюм. Он мне больше даже нравится, чем Edo Parfum. Ну, остальные все как бы, да, классика жанра. Но вот эти два… простите, у меня немножко голос, горло болит. Вот эти два, они вот прям самые такие для меня на осень. Самые красивые на осень. Естественно… Такие у меня волосы, всё. Естественно, шерги. Шерги от Сержа Лютанца. Ну, слушайте, у меня ни осень, ни зима без него не проходит. Это уже третий флакон. Ну, очень рада, что у меня есть вот этот вот… Ещё удалось мне поменяться с подругой именно на флакон старого дизайна. Как я уже говорила, новый дизайн мне совершенно не нравится. Шерги для меня – это тёплый, уютный плед. Немножко прокуренный, немножко пахнущий, может быть, коньяком слегка, виски. Ну, вот что-то такое в нём есть, в то же время такой уютный, тёплый, согревающий. Обожаю. Обожаю шерги. Вдруг, вдруг, вот вы его не пробовали, такое вот упущение, да? Попробуйте обязательно. Аромат, не могу сказать, самый-самый-самый такой стойкий или шлейфовый. Но вот он иногда может удивить. Иногда я его ношу на ночь. Ну, я уже говорила, это один из самых моих любимых ароматов на ночь. Именно, когда холодно. И вот этот аромат ночью, когда ты просыпаешься в нём, ну, это просто. Это как вот самый вот прям дорогой человек тебя держит в объятиях всю ночь. Бесподобный, бесподобный. Шерги рекомендую всем. Естественно, шипры. Анжелика говорила, я её поддерживаю. Осень – это пора шипров. Цветочных, кожаных, альдегидных, каких угодно шипров. Вот, конечно же, мицука, мицука. Наша именинница, ей сто лет исполнилось в этом году. Обожаю, обожаю у меня этот туалет. У меня не было возможности ещё пока понюхать винтажную мицуку. Мицука. Это красивый фруктовый шипр. Я чувствую здесь вот эту кожурку персиковую. Знаете, это даже вот дубовый мох в перемешку именно вот с этой вот персиковой такой пылью. Вот от этой кожуры, если вот, ну, если можно так выразиться. Он прекрасный. Он прекрасный, он немножко грустный. Он заставляет вас как-то погрузиться в себя. Он очень медитативный. Как красивая такая классическая музыка. Как красивая картина какая-то, на которую вы можете смотреть бесконечно, да. Это вот наша мицука. Моя... Ну, один из самых дорогих мне парфюмов. Хотя ношу его не очень часто. Но это, конечно же, безусловно, это легенда, это шедевр. Мицука на осень самое то, что нужно. Так, следующий аромат. Аромат не мой, но я его рекомендую всячески всем. Грансуа от Maison Francisco Corkajan. Это амбровый аромат, очень такой пряный, сладкий. Вот такой, не сахарно, скорее медово-амбровый сладый здесь. Немножечко какая-то идет отсылка к древесным нотам иногда. Но в целом это вот прям амбра такая золотистая, такая вот прям тягучая, прекрасная. Прекрасный аромат Maison Francisco Corkajan Grand Soir. Посвящен и Парижу, если я не ошибаюсь. Ну, возможно. Возможно, надо уже, короче, побывать в Париже, чтобы понять, чем же он пахнет, этот прекрасный город. А вернемся к нашим Фредерикам Малям. Я так буду поправлять. Фредерик Маль. В этом году у меня появился как раз зимой, в зимний период, Маскроважор. Разрушительный мускус. Это шедевр. Для меня это просто аромат, вот, ну, закачаешься, ребят. От него просто балдеешь. От него просто сносит крышу. Он, ну, он божественный. К человеку, который носит этот аромат, хочется вот просто вот прильнуть носом и вдыхать, 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 вдыхать. Вот этот вот шлейф, вот эта вот прелесть, эту сладость, пряность, мускусность, немножечко такую животную. Ну, без грязи. Без грязи, без всяких, знаете, таких животных грязных. Очень такой он... Он тяжелый, но в меру деликатный. Ну, я рекомендую его вам обязательно к затесту, потому что я знаю многим именно вот этот мускус не очень подходит. Мне подходит. Я его обожаю. Я его, думаю, попробовать носить и летом тоже. Хотя, когда я первый раз с ним знакомилась, я его нанесла именно летом, и мне он категорически не понравился. Но зимой вот купила. Поправлю волосы, поправлю пиджачок. Просто непривычно, знаете. А следующий аромат, который я прям носила, не снимая, опять Фредерик Маль, Дрис Ван Ноттен для Фредерик Маль. Дрис Ван Ноттен по Фредерик Малле. Дрис Ван Ноттен это дизайнер совершенно, совершенно гениальный. Ну, это божественно. Я не знаю, чем он пахнет, ребята. Ну, он пахнет какой-то амбреттой, какими-то деревяшками, какими-то, знаете, немножко у меня он пахнет молочными. Молочными нотами, не знаю. Для меня есть параллель этот аромат и Жо Де По. То есть я люблю какие-то такие странные ароматы, знаете. Опять, когда я его первый раз попробовала, он мне понравился. Но потом я купила 10 мл, относила их просто за 5 дней, меньше, чем за неделю. И все, пошла и купила себе 50. Видите, у меня уже половины нет. Но это потрясающе. Это потрясающе. Я знаю, многие девчонки купили после моего обзора его. Пишут, какой он прекрасный. Девочки, я очень за вас рада, потому что аромат действительно божественный. Вот он такой вот, как я уже сказала, амбретто, что-то такое вот мускусно-пряно-деревяшетое. Но к вечеру, когда вы уже идете в душ, он дает такое шоколадно-кофейное послевкусие. Даже не кофейное, а какао. И это просто я в раю. И я в восторге вот от такого вот перевоплощения. Следующий аромат, который я вам хочу показать, это Ананда Black. Я ношу этот аромат только, исключительно зимой или осенью. Он очень тяжелый. Для любителей туберозы. Труберозы, хотела сказать. Туберозы. Миколев, Миколев. Ананда Black. Это, я считаю, это находка. Но, ребята, обязательно нюхайте, пробуйте, носите перед тем, как покупать. Слепую я его вообще бы не рекомендовала. Убийственная. Убийственная тубероза. Вот просто туберозище. Сколько раз я говорила об этом аромате на своем канале, столько раз я вот говорю, что это просто мощь. Это такая мощнейшая тубероза в этом флаконе, которой можно реально привить и себя, и окружающих. В общем, с ней надо очень, ну, чуть-чуть. Токсичная. Токсичная, истеричная, но божественно хороша собой. Прекрасный. Прекрасный аромат. Следующий аромат, подарок от дорогой Ирисы. Это вот такой вот дракончик от Cartier. Я его носила несколько раз, когда было так холодно. Он прекрасен. Он прекрасен. Знаете, сложно описать. Вот мне его, честно говоря, какие-то ароматы, которые вот кажутся кому-то сложными, у меня они вообще очень легко даются. А какие-то нет. Вот этот, вот я не знаю, чем он пахнет. Шипер, не шипер. Он такой, знаете, он горьковато-терпкий. Горьковато-терпкий пахнет, знаете, если глинтвейн вы варите, положили много-много специи, например, да, а мед забыли положить, да, грубо говоря. И получается такая вот прям вот очень пряная, горькая, такая вот терпкая такой варева, напиток такой. Вот это вот что-то такое совершенно не сладкое, то есть там вообще сладости никакой нет, а такое, ну, хищный, довольно-таки хищный аромат, красивый. Мне очень нравится. Именно я вот его носила, когда было у нас прохладно, прохладно, под пальто, под какой-то, у меня есть меховые жилеты. Вот он красиво на одежде потом оставляет такой красивый шлейф. Также я приобрела себе этой осенью, зимой нашей, вашей, вашей, не вашей, вашей только наступает, а я вот говорю уже, что у меня было. Ком де Герсон двоечка. Этот аромат у меня четко ассоциируется с зимой в России, в Москве, когда он у меня появился первый самый раз. Это было еще когда Арбат Престиж был, помните такой магазин Арбат Престиж? И я вот как раз в нем его себе и купила, эту двойку, и она такая именно зима, ты идешь, боишься грохнуться где-нибудь, потому что все скользко. Я не знаю, тогда еще было везде очень сильно скользко, очень сильно скользко, а у меня такая паника сразу начинается, когда скользко. Я просто не могу, я помню, ходила на каблуках тогда еще всегда, такая на каблуках иду, и вот я помню вот эти вот заледеневшие дорожки, вот эти мраморные ступеньки, когда ты в метро спускаешься. Это просто было для меня что-то ужасное в этот зимний период. И вот этот аромат меня всегда сопровождал зимой, куда бы я ни шла, вот он был прям моим таким вот ароматным я в тот период. И сейчас я пришла, вообще не собиралась покупать ничего, никакой аромат, пошла вообще, по-моему, за кремом. И вот рука потянулась, я его вдохнула и просто так проностальгировала, вот просто так вот меня волной ностальгии накрыла. И мне его очень срочно сильно захотелось. Он, кстати, у нас не очень дорого стоит. Это не новинка, это как бы не супер ниша, да. Комбе-де-Герсон всегда был такой странный, да, бренд, не люкс, скажем так. Ну вот он к нише пока еще, ну я не знаю, короче, что это. Ну, это определенно моя классика. Аромат очень урбанистичный, аромат чернильный, аромат, ну вот реально он чернилами пахнет и размокшей бумагой для меня. И талой водой, какой-то талой водой. Ну, видимо, вот эти ассоциации у меня так и сохранились с московской зимой, когда он у меня появился первый самый раз. А Комбе-де-Герсон двойка, вот это серебристая, прекрасный, прекрасный, стойкий, очень шлейфовый и очень необычный аромат. Так что я бы рекомендовала. Осень, естественно, superstitious, естественно. Тоже многие писали, что после моего обзора вот прям познакомились и влюбились. Девочки, я тоже с вами согласна. Для меня это вот просто, ну это, это просто шедевр и пьедестал. И вот на пьедестале стоит вот этот вот суеверный, superstitious, Фредерик Маль и Дубни Крепью. Ну вот это вот опять альдегидный шипр, шипр осень, осень шипр. Это очень хорошо сочетается, на мой взгляд. Альдегиды, мыльность, колкость, роскошь, аристократизм. Ну просто шик, вот прям пик, 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 пик всего, пик сексуальности, пик какого-то вот прям остроумия, тонкость вот ума, тонкость мысли, тонкость, образ жизни. Вот всё-всё-всё в этом аромате шикарно. Вот в нём заключена такая шикарная, какая-то вот прям невероятно красивая женщина. Ну и мужчина, почему нет? А в общем я, да, осенью его носила, летом я его носила пару раз, но он, ну не знаю, летом что-то мне не то было. А вот осенью было классно, осенью и зимой. Ну а Бараонда, конечно же, Масомат, конечно, куда без неё, она у меня круглый год идёт, я не могу сказать, что она прям только осенняя или только зимняя. Круглогодичная, пьяненькая Бараонда. Пьяненькая Бараонда любителям ароматов с нотой алкоголя, коньяка, ликёра, вот вам сюда. Здесь это больше, конечно же, о виске, но алкоголь, понимаете, это такой, знаете, красивый похмельный аромат, который вот, вы знаете, принцесса напилась. Такая вот прям вот такая вот золушка, которая там не пукает, да, и вот после похмелья от неё могло быть вот так вот прекрасно пахнет. Ну вот что-то такое, ну что-то так странное, у меня получился параллель. Ну вот он, вот какой-то такой, знаете, он вроде и алкогольный, и в то же время такой, нет-нет, что вы, я не такая. Потрясающе, потрясающий Бараонда, невероятно стойкий, невероятно красивый, шлейфовый, нравится всем мужчинам, женщинам, комплиментарный, просто рекордсмен, один из рекордсменов по комплиментам. Слушайте, ну не могу не сказать о Монталь. Вот у меня остался из всего, что у меня было, один Монталь, потому что я вообще, ну как-то отошла от этого бренда, не знаю. Конечно, я не загадываю, я никогда не была в бутике в Париже Монталь, где там вообще всё-всё-всё в этих ароматах, и всё прекрасно. Ну вот то, что было, было и было, было и прошло, а вот этот остался, этот Чоколад Гриди от Монталь, печенье, шоколад, печенье юбилейное, ну вот-вот, знаете, очень такой он съедобный, кондитерский, на грани вот прям, ну как будто вы работаете, знаете, фильм «Сладкая женщина» с Гундаревой, вот, наверное, она могла бы пахнуть именно Чоколад Гриди, когда она работала на шоколадной фабрике, потом она, сначала она работала где-то с хлебом, ну что-то такое, я смотно помню, ну вот «Сладкая женщина», вот эта роскошная Гундарева, такая вся, волос у неё такой рыжий, вот, да, да, один пшик, ну дня надо у вас, он будет, если от волос, то, ну, до мытья, вот, он так будет вас сопровождать, следующий роман, мой любимый, агент-провокатор, легенд, в отличие от классического агента-провокатора, вот этот, который я могу носить и летом, и зимой, и осенью, и весной, и во всех галактиках, да, вот это для меня такая тема всё-таки на прохладную погоду, на прохладную погоду, готическая, красивая, дымный, немножечко прокуренный, немножечко такой кожаный, специевый аромат, он великолепен, он великолепен, у меня, кстати, я бы тут на просвет пыталась смотреть, у меня вообще так мало осталось, вот, не знаю, его сняли или что, если сняли, наверное, нужно заказывать, что-то я, я что-то не в курсе, напишите, пожалуйста, кто знает, сняли его или нет. Так, ну что же, у меня осталось здесь немного ароматов, я не взяла в этот обзор аромат Жудепо от Сержа Лютанца, потому что, ну слушайте, сколько можно о нём говорить, да, я его ношу круглый год, ну практически, ну не практически, каждый день. Дома я люблю, когда вот я прихожу откуда-то, там, с работы, по делам-то обходила, ещё что-то, ты идёшь там в душ, да, ну уже когда ты всё, ты дома, всё, ты дома, я иду в душ, потом у меня начинается домашняя такая рутина, там, готовка, ещё что-то, уроки, там, не знаю, ну какие-то домашние дела, да, и вот когда вот это вот у меня начинается, я люблю наносить аромат Жудепо, это мой такой домашний оберег, такой домашний мой домовёнок. Вот, но я его не стала вам брать, не знаю, как бы, ну, сколько можно. Редко показывают этот аромат, но посмотрела на него, поняла, что я его носила, и он идеально подходит под категорию осенних ароматов. Это Royal Rose Oud от бренда Mikalev, вот такая вот удовая королевская роза, я уды со-соу, не очень люблю. Но у Mikalev они прекрасные, они, ну, они не пахнут химий, они такие, вот знаете, прям натурально звучат, дорого, богато, роскошно, красиво. И вот здесь роза с удом, ну, такое немножко, может быть, избитое уже сочетание, но когда он у меня появился, это вот была вот такая первая роза с удом. Я прям помню так, он меня потряс, он меня потряс именно вот таким сочетанием моей любимой ноты и моей нелюбимой ноты. И как вот они вместе красиво в этом аромате собраны. Ну, аромат действительно королевский, аромат действительно такой на выход, не на каждый день и на определенный такой настрой, настроение. То есть он, ему нужен характер, ему нужна, как это, выливая такая решительность, да, чтобы его носить. Потому что он не такой, вы знаете, как бросил в сумку и в любой момент там ты попшикался. Нет, он вот именно, к нему нужен подход, но аромат прекрасен. Аромат прекрасен, очень стойкий, очень красивый у него шлейф, и я его носила вот, когда было прохладно, и он меня просто покорял. Покорял очень своей совершенностью, скажем так, да. Портрит оф Эледи, естественно. Слушайте, у меня столько мали в этом обзоре, какой-то кошмар. Портрит оф Эледи, Доминик Рапьон. Сэрш Лютан, ой, Сэрш Лютанс. Фредерик Маль. Ну, слушайте, сколько можно говорить о портрете оф Эледи? Это шедевр, на мой взгляд. Это обалденный, красивый, мыльно-розовый, хищный, специевый, перченый, я не знаю, много-много-много-много всего в нем аромат, который делает женщину не просто женщиной-красавицей, да, а просто вот богиней возносит ее, окрыляет и так далее. Ну, реально придает уверенности и какого-то такого, ну, самовлюбленности, наверное, даже. Потому что я когда в этом аромате, я себя обожаю, обожаю. Иногда это, конечно, нужно, иногда это нужно, иногда всем нам это нужно. Последний еще один шипер, Jewel for Hell, говорила о нем уже давно. Слушайте, ну, видите, его сняли, поэтому я вот вам говорю о нем, а его, наверное, уже нет возможности купить. Но обратите внимание, вдруг, вдруг где-то увидите, и вдруг вы любитель шиперов, пожалуйста, берите, вообще даже не думайте. Аромат из разряда Палома Пикассо, аромат из разряда вот просто высших шиперов, высших легендарных на педестале вот ароматов шиперов. Бесподобный шипер, чуть-чуть розы, чуть-чуть зелени, чуть-чуть специй, мха. Ну, шипер, что вы хотите? Нереальный, нереальный, строгий, такой, как знаете, как Нина Симон. Вот как песня Нина Симон, она вот такая, песни бывали грустные, но вот от нее прям шла такая энергия, такого вот прям сила. Вот Нина Симон для меня вот в этом аромате. Слушайте, у меня прям сейчас так пришло вот такой вот, такой параллель, интересно. И последний, заключительный аромат, аромат это Роден Бис. Я не знаю, парфюм, парфюм чистый. У нас произошел обмен с моей подружкой Викторией, все ее знают, наверное, уже, кто меня смотрит давно. Это какой-то вот просто вот нереальный аромат, нереальный. Он для меня схож немножко с суперстишес, своей вот какой-то порочностью иногда, такой вот прям, ну, бурной вот такой вот прям животностью, звериностью. А он реально пахнет грязно, ну, в кавычках, естественно, вот таким чем-то вот порочным, красивым, таким роскошным, дорогим. Дитя-порока, знаете, вот оно могло бы пахнуть, это дитя, именно вот этим Бисом от Роден, Роден. Слушайте, вот я вот так его вижу, необычайно стойкий. То есть я один раз его шикнула вечером дома, пошла спать, я просыпалась постоянно, не могла вообще заснуть с ним. То есть он вот постоянно вас будит, он вас... Вставай, вставай, что-то вообще, разлеглась, я тут такой аромат красивый. Он вот, знаете, его сложно описать. Если есть у вас возможность, закажите от Ливантик, или, может быть, если есть возможность в каком-то корнере, в каком-то магазине познакомиться с этим ароматом от этой марки, обратите внимание. Вообще марка очень клевая, вот эта вот Роден. Она очень интересная женщина, ее создательница, и у нее очень еще хорошие помады, помады, серии помад. Ну, если найдете, посмотрите, обратите внимание. Дорого, ну, оправданно. Очень круто. Очень круто. Бис, вот прям зима, осень. Он мне пришелся очень-очень-очень кстати. Классный. Мы скоро едем на одно мероприятие важное. Вот я думаю, я в нем буду. Ну что, как я вам... Напишите, пожалуйста, как я вам с этим цветом. Волос. Вот такой вот красивый, мне кажется, очень цвет. Такой паричок. Паричок такой. Надо, может быть, больше еще было их начесать как-то. Вот такая ведьма немножко получилась. Ладно, все. Пишите, пожалуйста, какие у вас любимочки, какие вы любите ароматы на осень. Что предпочитаете? Я всегда с удовольствием, вы знаете, вас читаю, отвечаю. Кого-то уже знаю практически лично, к сожалению. Лично познакомиться у меня не получается ни с кем. Австралия все-таки очень далека. Все. С вами была Аленка Блок. Всем пока. Чао-чао. Хорошего вам осеннего прекрасного шуршания листиками. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok